Надежда, вера, любовь, творчество, спорт, призвание, семья, род, народ. Казалось бы, совершенно не связанные между собой слова, но как много в них заложено смысла. Это выдержка из эссе одного из участников конкурса «Золотое перо Белой Руси-2021». И таких замечательных философских и талантливых работ всего было представлено на суд жюри 22. Данный конкурс, он стал уже традиционным, проводится ежегодно. И надо сказать, что вызывает всегда большой интерес наших школьников, студентов. Из 22 работ мы выбрали наиболее лучшие, которые и будут сегодня отмечены дипломами и ценными подарками. Тема конкурса «Ценности», которая нас объединяет, это как символичный год единства в 2021 году. Мы рады, что даже среди молодежи есть люди, которым не безразлична данная тема. Участие в конкурсе приняли школьники и студенты учреждений образования Ленинского района. Была возможность проявить свои творческие способности и у преподавателей. Для этого организаторы выделили специальную номинацию «Любители». В целом жюри отметила высокий уровень работ и заинтересованность участников. Тема в общем эссе была «Конкурсные ценности, которые нас объединяют». Достаточно широкая тема, и я в своем эссе решила поговорить о том, что в большей степени волнует меня. Это экология, какие-то проблемы, экология, которые сейчас интересуют, собственно, многих. И это то, что должно сплотить людей. Я решила написать такое эссе. Оно называется «Золотые нити». Называется оно так, потому что я описывала в нем нити ценностные. Это нити, которые объединяют нас всех. Есть нити общечеловеческих ценностей. Это нити, которые связывают всех людей в мире. Есть нити общенациональных ценностей. Это ценности, которые связывают нас с вами, нас, белорусов. Данные нити переплетаются и образуют единый узор. Приятно осознавать, что в наш век гаджетов и информационных технологий есть люди, способные глубоко мыслить, чувствовать русский язык и воплощать красоту и силу слова на бумаге. И это, безусловно, еще одна золотая нить, которая нас всех объединяет.